я там виден да ты виден я тебя вижу ты запись а не нужно было включать я не так сделал в камере да уже поздно к идет штурм киева начали разбирать кто там мешает мы вышли на одного интересного человечка начали смотреть откуда у него такие силы и позвоночник стал дыбом как позвоночник может стать дыбом не знаю нервной системы ну и интересный мир вспомнился рассказываем да это действительно брр но первое что я сразу увидела это то что ты стоишь спереди я вот так тебя за спиной меня вот так отодвинул чтобы я стала тебя за спиной и ветер и ветер очень пронизывает не холодно но пронизывает забирать впечатление что мы стоим это как возвышенность какая-то и вот знаешь как вот как это называется возвышенность какая-то и там такая дорога идет с одной стороны обрыв и с другой стороны обрыв но дорога довольно широкая сзади у нас за спиной один столб и другой столб два столба огромный с одной стороны и с другой мы знаем что это врата это врата и там где мы находимся это мир мертвых а там что у нас за спиной это мир живых я вижу что мы делаем три круга бережные два один маленький мы в нем стоим один пошире между маленькими тем которые пошире узор выложен какой-то и один еще пошире где-то примерно ну кольцо так диаметр может два метра может три метра в диаметре не то чтобы очень уж большой мы камешками выкладываем ты с одной стороны выкладываешь я ношу камни потом я выкладываю ты носишь камни там как-то определенное чередование что должен был сделать мужчина что должно было сделать женщина но этот мир действительно он на все голову магический он просто очень магия там я себя вижу одежда у меня короткие рукава вот знаешь как мешок допустим одет но вот прямо так пошита ничего и вот здесь на руках но представить два прямоугольника вот так на рукавах вот здесь рукава узоры какие-то нарисованы вот здесь узоры внизу а здесь куча куча каких-то фенечек я понимаю что это какие-то артефакты что-то такое прям на шее знаешь штук наверное больше десяти штук двадцать каких-то бечевочек висит и с такими там как не знаю артефакты вот вижу что они разные там и камешки какие-то и кристаллики какие-то и какая-то вот порошок у меня в руке я из мешочка набираю порошок или очень мелкие семена такие как допустим маг и вокруг этого кольца самого большого сыплю и вот так дорожечку туда через эти ворота назад за спиной чтобы там сразу прорастает трава это что-то магическое сразу она невысокая но вот такая дорожка вот идет туда в мир живых и вокруг нас мы как удерживаемся те кто идет по дороге по этой широкой прямо на нас идут но это я не знаю как сказать это призраки но они довольно видимые и хорошо видно они какого-то зеленого свечения серо-зеленого как хаки не хаки и подсвечивается более ярким зеленым у них как конница они но по идее это скелеты коней или каких-то животных на которых сверху едут похоже очень на коней наверное по скелету я не очень хорошо знаю как скелетку к лошади выглядят если пехота и конница да это блин животные да есть а животные такие у них как огромные но бивни но это не слоны блин это что-то большое с такими вот так рогами их 3 там и сколько их торчит или 4 в разные стороны и они вот плоти там нету там просто форма не физическая энергетическая и вот как костяк видно как скелет и так куски чего-то висят это мертвые да они светятся тот который едет впереди один на лошади за ними еще какая-то группа на лошади а потом сзади идут те которые уже пешком огромное количество этих призраков я даже не знаю не идет вот как 40 тысяч нуфис его знает сколько их там на самом деле ну представься армия 40 тысяч это огромная армия да мы стоим вот на воротах мы спешим быстренько нам нужно успеть потому что они наступают это мир мертвых наступает на мир живых это очень очень магическая вселенная и планета где мы жили она насквозь магическая вот то что у нас рисует в сказках или рассказывает там яблочко какие-то шарики какие-то вот клубочки это ну как знаешь но полностью я по себе смотрю у меня вот эти вот висят артефакты на и каждый как заряженной силой фенички фенички какие-то все магическое даже платье все широкие рукава какие-то магическое до вышивка как ветер холодно ветер очень такой знаешь ледяно какой-то ветер вот вообще настолько холодно но его не сразу они как приближаются и чем ближе они приближаются тем сильнее ветер когда мы пришли туда такого ветра не было мы начали это делать было все более-менее нормально а потом сильные порывали ветра и чем ближе как до костей пронизывал очень холодно на этом ветру стоять они им нужно было прорваться в мир живых чтобы победить они могли несмотря на то что они призраки они могли бороться с живым человеком они могли так как они уже мертвые им но имея статус мертвого им больше умирать незачем они уже были мертвые но они не рождались они собирались там жить всегда в мире живых всегда жить потому что это мир живой без смерти потому что они уже умершие но судя потому что мы к нему приперлись да это мы чего-то от него хотели если бы они прорвались мы в нашем мире их бы не могли остановить той магии которая у нас уже в разных местах нам надо было им скажем так в одном месте прорваться массово то они вылазили условно каких-то мест у них были какие-то лазейки они нападали на мир живых они делали как знаешь вот папа несколько группа по несколько проколы какие-то делали и на какое-то время на определенное не на долгое время они могли туда пойти им нужно было полностью вот этой всей группе чтобы в один но не то что в один момент об одно время там условно говоря пока солнышко светит убить всех живых или пока темно на улице условно там какой-то период времени довольно небольшой чтобы убить всех которые живы чтобы закрепиться в том мире чтобы иметь право и статус там быть как то вот вот так вот я вижу что их такая огромная орда шла именно для того чтобы вот решающие что сразу да это чистка и замена собою очень быстро так сломать кону и закрепить переписать книгу жизни условно текады конок те чтобы мертвым могли жить как и живыми даже так тоже в числе живых взломать кону да это полностью сломать потому что тут слом абсолютно всех механизмов они мертвы и они живут на территории живых и никогда не умирают это вечный зомба лэнт какой-то здесь хотели сделать тебя в руках какая-то длинная такая психи вы знает что это палка или меч что-то длинное и светится у тебя она светится фиолетово голубым каким-то фиолетово синим даже скорее а тот тоже у него голова так понурая и он тоже с этой палкой по какой-то длинной едет тебе главное с ним почему-то почему-то они все не могут напасть а нужно 1 вот как вызов какой-то и он не может вот этот круг пройти и ты за круг не можешь выйти потому что тебя просто разорвут если ты хоть шаг ступишь за этот круг и он не может к тебе пойти мир к мир красивый очень был он пытался тебя как поддеть знаешь у него такое впечатление как багор какой-то вот с одной стороны вот просто палка длинная с другой стороны вот так и вот так крюк он мог развернуть и тебя как поддеть чтобы вытащить немножко ему главное было тебе из этого круга вытащить а мы круг сделали на входе они мимо нас пройти не могли но также тоже вечно стоять не будешь мы об этом просто замерзли работал независимо от чего он же со связью через тракт да только нужно было и живой плоти его поддерживать как-то мы же не там стали если бы можно было без людей просто мы бы там круг нарисовали да и пошли бы греться но там женщины были которые могли проходить в тот мир как проводники были почему-то только женщины мужчины не могли быть проводниками некоторые женщины не все подряд а вот некоторые женщины знаешь такое впечатление что какой-то один я не знаю как это назвать это не клан что-то вот члены одного условно говоря как одна семья один правит один клан как вот мы могли туда провожать людей или встречать или кто заблудился оттуда забирать мы как проводники раньше очень очень давно этого мира мертвых вообще не было он как искусственно был сделан изначально его не было а потом кто-то остался и просто собирал тех кто оставался его армии кто не шел на перерождение расширялся на расширялся и в тот момент когда армия собралась вот чего-то 40 40 миллионов 40 тысяч я просто вижу число 40 и посчитать их сколько там но это невозможно их куча и они все вот кости шевелятся и они набрали какое-то критическое число которое было необходимо там же мир магический чтобы вот вот этой вот силой прорвать там а мы могли туда ходить утаскивать или проведывать кого-то вот что-то вот такое проведывать как знаешь ну как у нас допустим вот в медиумы да только медиум просто общается он так вызывает дух словно а то прям туда перемещаться прям какой-то слой мира и причем раньше полно его не было да его не было он как ну как карман какой-то между слоями между какими-то как раздвинута вот именно карман один слой второй слой и она раздвинутой там мы умели туда ходить мужчины не могли женщины могли некоторые я тебя просто туда провожала как сам красиво и они там где мертвые там холодно а там за этими столбами это баня дерево деревянная да деревянная магический мир и какой-то знаешь это как вот человек уходит под гипноз только если человек в гипнозе его физическое тело вот находится а его подсознание вот правильно а то уходишь в другое пространство вместе с физическим телом как переходишь в другую реальность просто погружаешься и не знаю самый магический да круче чем круче это был удивительный мир я помню его я вот эти семена смотрю вот так сею хоп и сразу сразу прорастает сразу моментом прикольно там лечили вот этими штучками заговоренными финичками артефактами кит чем-то но если так условно сказать то дома не строили с помощью магии дома строить руками а с помощью магии защищали наполняли все остальное закрепляли закрепляли на брусья эти какие-то да да но не то что щелки все сразу там нужно было работать да но вот именно нам примерно за 30 мы уже так взрослых да около 30 или за 30 не дети хоть хоть где-то мы не детьми слушал у тебя увидела хорошо не только со спины полностью рассмотрел тянусь немножко карбинка чуть-чуть люди абсолютно люди ли нет никаких это очищать человеческим образом слушая ушки быстренький чуть-чуть чуть-чуть таких как здесь только чуть-чуть на другую на ты да а так я проверяю пальцы руки все полностью человек за тонкие очень чуть-чуть здесь он погрубил эльфу тренальфу то тонкий чуть-чуть эльфу да чуть-чуть эльфы леса да и домики красивые деревянная все но не так как у нас строят как-то по-другому они как изящные тоньше что ли не надо было просто там интересно и как-то вот знаешь как не знаю как это сказать двухэтажные вот наверх вот так ступеньки вокруг и наверх сверху как терраска зачем если там леса вокруг но зачем-то как сверху терраска действующих деревьев на живых деревьев просто многие дома заморачиваться с фундаментами совсем между двух вокруг одного большого вот я вижу что вот так по кругу как да красиво вокруг ствола да да блин как же там красиво посмотри на эти домики у меня остается с бани баками паниками как бисеретка у меня просто ассоциации с деревом это баня как бань он звучит ну да я как-то закрепляли магический чтобы она была тверда и вообще не разлагалась и впечатление что крыши там как наш каким-то особым образом ветки переплетали и они росли просто так в кучу потом как связывали их или как-то укрепляли что ветки вот росли так что дерево росло и дом как-то становился только шире ну более скажем так толще стены что ли деревья то росли и и дом становился как-то более но не грубым но мощным знаю как правильно ручным прочным до и на стенах куча куча всего вот такого висит какие-то камешки какие-то кристалли посмотреть для коммуникации до как зеркало лента что-то такое таких таких мы еще не вспоминали ли такого мира еще не было но мы еще не вспоминали мы никогда в нас только магическом во всяком случае из тех которые мы вспомнили не было такого прекрасно как мы фиксить просто не с нашим счастьем перерыв значит сейчас 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 я сейчас